ГИБДД сможет отстранять граждан от обучения в автошколах. Подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. 19 октября 2021 года министром внутренних дел был подписан приказ номер 764. Данный документ был официально зарегистрирован буквально на днях 26 ноября. Согласно данному приказу утверждается новый порядок взаимодействия автошкол и госавтоинспекции, который вступит в законную силу с 1 марта 2022 года. Документ довольно-таки большой, там прописаны все порядки, все инструкции по взаимодействию, но наиболее интересным, на мой взгляд, здесь является возможность ГИБДД отстранять граждан от обучения в автошколе. Согласно тексту данного документа, автошкола не позднее, чем за 10 дней до начала практических занятий по вождению будет обязана предоставлять в местное подразделение ГИБДД список всех обучающихся граждан, то есть всех тех, кто уже поступил на обучение в автошколу, получается. После того, как этот список будет передаваться в ГИБДД, госавтоинспекция в течение 5 дней должна проверять персональные данные всех этих курсантов по собственным базам данных ГИБДД. Во-первых, будет проверяться, не лишался ли ранее кто-либо из этих курсантов водительских прав, то есть человек может, в принципе, быть лишенным прав, скрыть это попытаться и пойти в автошколу и попытаться заново получить водительские права. То есть, во-первых, будет проверяться на это нарушение, во-вторых, будет проверяться наличие лицензии у организации, которая выдала данному будущему водителю медсправку о том, что он годен к управлению транспортными средствами. При этом, если медсправка выдана не в этом регионе, а где-то в другом месте, который не находится на одной территории с данным подразделением ГИБДД, то в таком случае сотрудники госавтоинспекции будут направлять запрос в данный метод утверждения, то есть в больницу либо в клинику, которая выдала данную медсправку. Согласно данному запросу, во-первых, эта медицинская организация должна будет подтвердить сам факт выдачи такой медсправки с таким номером, во-вторых, клиника должна будет подтвердить достоверность сведений, указанных в данной медсправке. То есть, таким образом, получается подтвердить, что эта медсправка действительно выдавалась и информация в ней верная, а это не какая-то подделка. В течение пяти дней, получается, всю эту информацию автоинспекторы проверяют, если же выявляются какие-либо нарушения, либо по медсправке, либо по решенникам, которые ранее были лишены водительских прав, то в случае выявления таких данных в течение трех дней эта информация с этими курсантами должна передаваться, соответственно, в автошколу. После получения этой информации автошкола уже не имеет права допускать этих курсантов к обучению практическому вождению. Вот такая вот информация. То есть, согласно этим поправкам, с 1 марта 2022 года должен усилиться контроль за будущими водителями. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Что вы думаете по поводу этих поправок, вы традиционно можете поделиться в комментариях под данным видеороликом. Всем удачи на дорогах и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok